Привет, это Навальный. Классная есть для вас история. Узнаете, что это такое? Это та самая усадьба со знаменитым шубохранилищем, принадлежащая большому путинскому другу и соратнику, бывшему руководителю российских железных дорог Владимиру Якунину. Зарабатываем ровно столько, сколько нам позволяет зарабатывать государство. Мы в свое время довольно детально ее засняли и показали всем гражданам страны. Это настолько шикарное поместье, что одно из зданий там официально называется Дом Привратника. А вот это узнаете? Это фотография лондонского дома Андрея Якунина, сына Владимира Якунина. Мы его тоже нашли и тоже вам показали. А это? Это отель Four Seasons Lion Palace в Санкт-Петербурге, который тоже принадлежит Андрею Якунину. Теперь это? Это парусная яхта сына Якунина под названием Леди Морипоса. А вот и внук Якунина за ее штурвалом. А это что такое? Это катамаран Якунина за 20 миллионов рублей. Женева. Здесь мы нашли квартиру младшего сына Якунина Виктора. А может быть некоторые из вас узнают даже это? Это раскрытая нами схема офшорных компаний, принадлежащая семье железнодорожника Якунина. Что жадность является двигателем прогресса. Мы довольно подробно доказали, как это семейство в течение многих лет крало миллиарды из системы железных дорог. На всем. От поставки каких-нибудь георешеток до продажи электронных билетов на поезда. Мы несколько лет этим занимались. Сотни заявлений и жалоб на Якунина написали. Закончилось это все тем, что его просто тихо сняли с должности и он переехал жить в Европу, унеся с собой те самые украденные миллиарды. Никаких претензий к нему путинское государство не выдвинуло. Ну, видимо, он хорошо делился. Так и в чем моя история-то? На днях британское издание «Кварц» опубликовало большую статью о том, как семья Якуниных отмывала свою репутацию. Выяснилось, что они нанимают самых дорогих британских юристов и пиарщиков для того, чтобы лучше спрятать свои заграничные активы. Отгадайте от кого? От ФСБ? Нет. От Следственного комитета? Нет. От прокуратуры? Тоже нет. От налоговой? Да нет же. В техническом задании на работу было указано, что активы нужно спрятать от... А вот сейчас воздуху поболее в грудь! Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Якунины наняли британскую фирму GPW, которая оказывает услуги в области корпоративной разведки. Андрей Якунин рассказал GPW об опубликованных расследованиях Алексея Навального и о том, что Навальный еще может опубликовать в будущем. А GPW требовалось попытаться найти все другие активы семьи Якуниных с использованием открытых источников. Это было сделано для того, чтобы лучше спрятать те свои активы, которые еще не были найдены. В результате этой работы в структуру владения были добавлены дополнительные эффективные компании, затрудняющие определение реальных владельцев. То есть нам, конечно, очень-очень приятно, но, блин, осознайте, что же происходит в нашей стране, если один из крупнейших открытых коррупционеров прячет свои активы не от правоохранительной системы, а от небольшой некоммерческой организации? Мы что здесь вообще? Единственные, кого беспокоит коррупция в стране? Здесь все рехнулись. Я единственный, кому не насрать на правила. Но выходит, что так. Если Владимир Якунин точно знает, что всем до фонаря его имущество, и со всеми он там порешает вопросы, а вот с фондом борьбы с коррупцией он уже не сможет. Это все очень грустно, друзья мои, потому что точно нам доказывает, что никакой борьбы с коррупцией при путинском режиме нет и быть не может. По крайней мере, сами коррупционеры точно это знают. Но есть и хорошая новость. Вы видите, как все это варье боится нас уже сейчас. Ну хотя, ну кто мы такие? У нас ведь нет никаких полномочий. Мы не можем никого задерживать, допрашивать, даже документы запросить не можем. Внутри России мы обязательно проиграем все суды. А я кто? Я что, генерал спецслужбы, могу вызвать себе на ковер каких-то людей? Да нет! Я просто юрист, да еще которого к тому же постоянно сажают на 15 суток. Тем не менее, боятся они нас, а не правоохранительной системы России, на которую мы каждый год тратим триллионы. Если мы сейчас организовали работу так, что они боятся нас настолько, что именно от нас и только от нас они прячут свои украденные активы, то представьте себе, как мы организуем работу, когда я стану президентом. Мы отправим всех этих людей на скамью подсудимых, мы придадим их честному суду, мы найдем, арестуем и вернем в Россию их краденные активы. Мы сможем изменить государственную систему так, что коррупции в России будет гораздо-гораздо меньше. Присоединяйтесь к нам, подключайтесь к нашей избирательной кампании, станьте частью антикоррупционного движения. Пусть жулики и воры боятся еще больше и понимают, что их поражение неизбежно. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. Кстати, в британской прессе Якунин подтвердил, что знаменитое шубохранилище есть и принадлежит ему. А ведь долгие годы в каждом интервью российской прессе он это отрицал, так что и в этом оказались правы.